Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье у нас самих, где есть ответы на практически любые вопросы, инструменты для изменения и улучшения всех сфер жизни, ну и практики, ритуалы и настрои на исполнение желаний. Пользуйтесь, все в ваших руках, секрет в многократном повторении и, конечно же, вере. По вере вашей дано будет вам. Вы никогда не получите того, во что вы в глубине души не верите. Для этого и есть практики для того, чтобы изменялось ваше подсознание и, соответственно, менялись ваши настоящие мысли. Пользуйтесь, все сделано для вас. В процессе еще и ритуалы, и практики, и медитации хочу сейчас заняться именно медитациями, которые расслабляют и которые дают результат быстрее и легче. Ну что, сегодня, что вам в скором времени по судьбе? Что ж хочет вам преподнести судьба в скором времени? Опять же, я говорю, что судьбу мы строим сами, и то, что сейчас я буду выкладывать, это причины и следствия. Это следствие ваших мыслей и ваших действий. Изменить это все можно обязательно, если вам не нравится, все это можно изменить. Ну и, конечно, в процессе расклада я все это расскажу. Будет четыре позиции, поэтому сосредоточьтесь на себе любимых, Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, улыбнитесь. Ну и еще выбирайте позицию. Четыре карты. Ну что, вы готовы? Первая. Вторая. Третья. И четвертая. Пару секунд, чтобы вы выбрали. Кстати, исходя из того, что я скажу, если вы проследите свои мысли в ближайшем прошлом, вы можете понять, почему то или другое событие или то или другое состояние идет к вам. Вы готовы? Начинаем. Что вам по судьбе в ближайшее время? Первая позиция. Поиск выхода по судьбе. Именно то, куда вы смотрите сейчас, не приносит никаких результатов. Вы такое ощущение, что есть ситуации, в которых вы стучитесь в закрытую дверь, хотя рядом есть открытое окно. Повернитесь, образно говоря, на 180 градусов. Посмотрите на ситуации, которые вас волнуют с разных сторон. И именно выход, именно решение находится в противоположной стороне от той, куда вы смотрите сейчас. И судьба вам и посылает вот эти искания. Найти или не найти – это действительно ваш выбор. Тут я уже даже сказала, что нужно сделать для того, чтобы не попасть в определенный тупик внутри себя и в ситуацию. Вторая позиция. Что же вам по судьбе в ближайшее время? Для девочек по судьбе встреча с мужчиной. Или встреча. Встреча имеется в виду не только знакомство. Имеется в виду, что если в описании, сейчас я его дам, вы узнаете своего мужчину, то вам по судьбе встречи и даже сближения. И опять же, вы сами можете выбрать все равно, как себя вести и как двигаться в отношениях с этим мужчиной. Это мужчина старше 45, шатен от светлого до темного, с глазами. Кстати, у этих мужчин бывают и голубые глаза тоже, но от серых до темно-коричневых, можно сказать. Вот, хотя я же говорю, они бывают и с светло-серыми, и с темно-серыми. Они редко бывают с зелеными глазами. Это яркий мужчина, мужчина страстный, мужчина, который очень быстро принимает решения. Мужчина, который иногда в начале делает, а потом думает, зачем же я это сделал. С ними можно, смотрите, нелегко с любым мужчиной, не важно, какого он знака зодиака и какой он стихии. Потому что мы все разные, и когда встречаются двое людей, то идет узнавание, идет притирание и идет осознание. Что же делать дальше? Потому что у каждого из нас есть как плюсы, так и минусы. И тут уже для вас, девочки, сейчас говорю, вы решаете для себя, потому что поменять человека невозможно. Можно изменить свое отношение к человеку, соответственно, и изменится отношение человека к вам. Это работа, но это возможно. Это очень даже возможно, особенно, если вы только начали встречаться. Но если вы в процессе встреч уже видите, что вы не сможете ужиться с определенными недостатками человека, тогда вам уже надо думать, что делать дальше по той простой причине, что, как я и сказала, человека изменить невозможно. Так вот, по судьбе встреча, знакомства с этим человеком, также этот человек может быть как работодателем. Этот человек может быть, он не, это не друг и не родственник, но это вот человек, который может быть работодателем, который может быть новым коллегой, который может быть хозяином какой-то компании. Это для всех остальных, не только для личных отношений. И по судьбе встреча с этим человеком для обсуждения каких-то вопросов. Больше всего я вижу здесь для всех остальных, кроме межличностных отношений, что я уже рассказала раньше, обсуждения каких-то вопросов, связанных с работой и с бизнесом. Поэтому, смотрите, договориться с этим человеком не тяжело. Просто всегда, когда вы пытаетесь с человеком договориться, попробуйте встать в его позицию. С его стороны рассмотрите ваш вопрос не только с вашей стороны, а посмотрите на ваш вопрос со стороны другого человека. Подумайте, как бы вы реагировали, если бы вам задали такой вопрос или вам сделали бы то предложение, которое вы будете обсуждать с этим человеком. Тогда вам легче будет прийти к соглашению. И это, в принципе, по любым вопросам. Третья позиция. Что вам скоро по судьбе? Раскрытие по судьбе. Вот, кстати, обалденная карта. Обалденные события идут по судьбе. Обалденные ощущения. Простите, вот так. Я знаю, что это слово такое, но я его даже по телевизору слышала. Поэтому, значит, его используют везде. Ну, конечно, не в новостях, не в программе «Время», когда смотришь русскую программу «Время». Ну, вот, в передачах, в концертах я слышала это слово. Так вот, вам по судьбе раскрытие, раскрытие миру, раскрытие вашей чувственности, успокоения, нахождение гармонии с самим собой и с миром. Также прибудут по судьбе, получается, что будут приходить новости и известия, которые вас, знаете, как бальзам на душу будут. Поэтому принимайте. Тут менять ничего не надо. То, что вот идёт по судьбе, это прекрасно. Также известия от детей, новости от детей. Я тут даже вижу для тех, кого это интересует, что если у вас сын, то может привести вам на знакомство невесту. Поэтому принимайте. А вот понравится она вам или нет, я не знаю, но вот исходя из того, что я вижу, будьте открыты, будьте более открыты, особенно для мам. Я, у меня дочь, я по-другому смотрю, но я знаю, как ревностно относятся мамы, сыновей к своим чадам и как нелегко им, когда они приводят в дом своих девушек. Поэтому вот тут хочу сказать, будьте открыты, будьте гармоничны и поймите, что ваш сын вырос. И всё. И будет легко. Кстати, для девочек, ну, тут я не вижу, чтобы девочка привела к вам своего мальчика. Единственное, что вы можете узнать, что она, да, встречается с мальчиком. Это вот именно для того слоя, которых, каково это интересует на сегодняшний день. Ну и четвёртая позиция. Что же вам скоро? По судьбе? А тут я хочу сказать, что неполное, неполное, неполное исполнение желания. Давайте вот так я это скажу. Будут приходить уже какие-то результаты ваших предыдущих усилий, но они будут ещё неполными, и вы будете немножко переживать. Тут могу сразу сказать, первое, значит, что-то происходило, что не даёт всему полностью реализоваться. И второе, не останавливайтесь на полпути. Судьба уже преподносит вам результаты, значит, уже будет приход. Тут приход – это не обязательно материальная сторона, хотя в большинстве я вижу именно материальный приход. Но здесь я даже могу сказать, что если кого-то интересует здоровье, выздоровление идёт, просто не опускайте руки, всё так же концентрируйтесь именно на здоровье, концентрируйтесь на выздоровлении и выздоровлении рядом. И для всех остальных не расстраивайтесь. Например, тут я ещё вижу ситуацию, что если вам кто-то должен, вы получите часть того, что вам должны, но не полную сумму. И тут не расстраивайтесь, не раздражайтесь. Просто настройтесь на том, что придёт полная сумма, и она придёт чуть-чуть позже. Я сама честно вам скажу, если, например, я всё-таки одолжила людям деньги, я предпочитаю, чтобы эта сумма была возвращена мне сразу в полном размере. И я знаю, как это, когда тебе отдают только какую-то часть и обещают всё остальное позже. Кстати, именно поэтому я опять повторяюсь, одалживать надо ровно столько, сколько вы можете не получить обратно, чтобы не было вот этих разочарований, расстройств и ожиданий. Вот что вам по судьбе в ближайшее время. Принимайте, а если не нравится, меняйте.